Молдавский старец так иногда называют преподобного Паисия Величковского. Строительно недавно, в 1988 году, он был прославлен в лике святых на поместном соборе Русской Православной Церкви. А уже через пять лет в поселке Дубровка, что на Брянщине, был построен храм в честь этого святого. Минувшее воскресенье богослужение там совершил митрополит Брянский Иисевский Александр. Летнее солнце приветливо светит через окна. Храм преподобного Паисия Величковского, возведенный в 1993 году, постоянно обновляется и с каждым годом становится прекраснее. В настоящее время здесь ведутся ремонтные работы по укладыванию напольной плитки. Такой сложный труд по благоукрашению храма возник благодаря дружному приходу и отцу-настоятелю. Батюшка у нас хороший. Он очень, как это вот правильно сказать, объясняет все, рассказывает. Очень любит, когда детки приходят в храм. Очень любит, когда детки приходят в храм. Ну, по возможности мы сюда ходим. Хожу я уже, наверное, три года. Пришла сегодня с сестрой и двумя внучками. Приходишь, просто отдыхаешь душой. Душой, отдушина. Вот за неделю накапливается негатива, потом приходишь. Я полностью отдыхаю к вам и всех. По окончании литургии был совершен молебен святому Паисию Величковскому, в завершении которого владыка Александр вознес молитву преподобному. В своем святительском слове, обращенном к прихожанам, архипастер обратил особое внимание на важность причащения. Таинство причащения – это великое таинство цели. Оно нас освящает. Оно нас облагораживает. Оно нас преображает. Оно нас меняет. Поэтому Господь заповедовал нам, как можно чаще принимать святые и структуры. Также владыка подчеркнул необходимость причащения детей, которых в храме немало. Это дети и внуки прихожан, а также местные ребятишки, воспитанники воскресной школы, которые уже сами привели сюда своих родителей. Сейчас часто бывает так, благодаря тому, что мальчик или девочка начинает ходить в воскресную школу и приобретает хоть самые маленькие знания о Боге и правильной жизни, родители тоже постепенно приходят к вере.